Западная жизнь какая? Простое мышление почти животных, но такая вот жизнь, в красивой обёрстке. Знаете, как даже для собак сейчас существуют гостиницы, собакам, кошкам наследство завещают. А я сегодня читал, что такое творение, как оно происходит, там, в десятидневной ступени творения. И там говорится, что на седьмой день создаются низшие живые существа. Живые существа, которые различают хорошее и плохое через запах и голод, и жажду. Запах, который... То есть у них есть или голод, или жажда. Две потребности. И определяют они, что можно есть, что нельзя через запах. Больше никакой памяти сердца. Интересная фраза в Писании. Хри-да-я означает сердце. Нету памяти в сердце. Вот у нас боль. Мы хватаемся за сердце. Боль. Потому что у нас есть память в сердце. Мы можем понять, что это справедливо, но так больно. Эмоциональная память, она интересная, да? То есть то, о чём я говорю, это функциональная память, что не надо думать, что какой-то поступок человека, да, вызван беспричинно через его желание. Но всё равно же осадочек остался. Пусть и справедливо меня наказали, но осадочек остался. Что такое осадочек? У нас есть память в сердце. Нам больно. И мы говорим, отойди, дай мне остынуть. Я не могу тебя видеть. Дай мне год, месяц. Правильно? Так же? Так вот, у этих животных этого нет. Вот эта вся идеология Дарвина, она же не просто так создаётся демонами. Потому что что? Нам говорят, а вы животные такие же. По запаху идите. Всё остальное фигня, сентименты. И люди, ну, начинают жить как животные. Всё. Голод, жажда. Хочу. Вся мораль сводится к тому, что я хочу. Мои чувства хотят. Да? А для того, чтобы сразу не передрались, сразу, что делают? Например, в очереди. Что теперь появилось? Какие очереди? Номерки. Электронные. Что же вы молчите? Это электронная. А вы подумали, почему? А потому что в обычной очереди уже трудно. Я лечусь в клинике определённой в Индии. И туда приезжает много иностранцев. Мы приходим к врачу. У меня, допустим, на 10 часов 15 минут запись. Я пришёл в 10. Ну, а что в клинике ещё делать? Ну, пришёл, думаю, посижу там. Никого нет. Я стучу к врачу. Я говорю, что, никого нет? Мне врач говорит, заходи, заходи. Ну, нет же. В 10-15 я выхожу. Там старик-американец. Говорит, у тебя совсем совести нет? И плачет. Вы представляете, он плачет. Ты вперёд меня прошёл. Я говорю, так вас же не было. Я же не знал, что я вперёд вас. Я пришёл, сел. Никого нет. Ну, это же моё время. Его трясёт. Вы представляете? Я говорю, ну, ты прости. Я как бы... А ты не мог пойти ко мне и узнать? Вот вы приходите в очередь, и куда вам надо идти узнавать? То есть, по идее, с его точки зрения, я должен был побежать вниз на ресепшн, найти тот, кто регистрирует очередь, выяснить, а где Вася? И есть ли Вася на 10 часов? Да, есть Вася. А его там нет. Поднять всю клинику на уши, побежать к нему в номер. Если его в номере нет, на кухню. Если на кухне нет, постучаться в туалет, побежать к врачу, сказать, нет, 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 меня не принимайте. А то он придёт и умрёт от ужаса, что вперёд него кто-то прошёл. Вот она, результат теории Дарвина. Потому что так, у нас коты вашими, вот они так же, лупят друг друга просто так. У меня супруга всё не понимает, надо наказать котов. Я говорю, вот читай творения, они идут на запах, у них нет идеологии, нет памяти в сердце, кого наказывать. Там пишется, что именно тигров поэтому можно приручить, потому что у них всё просто в жизни. Давай есть. И всё. И не пахни духами. Дрессировщики знают, что не должно быть искусственных на теле ингредиентов, потому что они на запах идут, понимаете? И для них этот запах, который даёт пищу, то есть, ну, тот, кто кормит, он имеет свой запах естественный и закрепляет всё животное. Значит, хороший. Его есть нельзя, потому что он кормит, его нельзя съесть, не будет, нечего будет есть. Но если он поменяет запах, его могут съесть. О, новая еда пришла. Там свои законы, понимаете? И вот, когда ты смотришь вот на такие события, ты думаешь, Господи, я только извинялся, так у него какой стресс-то был. Вы представляете? Они его там откачивали полчаса. Поэтому, когда уже людей довели в морали до животных, единственное, что? Электронная, как бы, очередь. И вот так всё кругом. Когда приезжаешь, я в Новозеландию, я живу, Австралию. Всё вот через этот имперсонализм. Смотрите, ещё пример. Мы возвращались из Индии с дочкой и с её ребёнком втроём. И ребёнок ел банан. А у них нельзя эти фрукты. То есть, ты не можешь пройти в Австралию с своими фруктами. А дочь уже она, Австралийка, говорит, пап, надо банан выкинуть. Я говорю, ну, сама у неё отбирай. Ну, представляете, у ребёнка отнять банан. Ему же до этого дела нет. Я говорю, что они там не поймут? Она говорит, могут быть проблемы. Я говорю, так мы же не прошли. Мы когда к таможенникам подойдём, скажем, куда выкинуть банан? Она мне, давай, увидишь сам. Подходим к таможеннику. Ну, вот к этой зоне, красной линии, мы останавливаемся. Они говорят, у кого есть какие-то запрещённые вещи, направо, у кого нет, налево декларация. У меня декларация зелёная, но я не иду никуда, поднимаю руку, ко мне подходит к таможеннику. Я говорю, нам только куда банан выкинуть, а так у нас больше ничего нет. Он говорит, сейчас я вам штраф 400 долларов выпишу за банан. Ребята, я серьёзно. Я говорю, подождите, я с ним прошёл. Я вас лично предупреждаю, что у меня банан. Вы знаете, когда вы вышли с самолёта, если бы вы посмотрели 5 метров лево, а там знак направо, то вы бы увидели там ящик, куда этот банан надо было выкинуть. Я говорю, вы можете объяснить это моему внуку, ну, внучке? Он говорит, это ваши проблемы. Узнаём кошек и собак? Простите, я не критикую. Но так действуют кошки, так действуют собаки. Это ваша проблема. У него не работает программа, понимаете, дальше он говорит. Внучка начинает орать. Он начинает говорить, а я прикидываю, что я плохо по-английски понимаю. Он мне что-то говорит, чтобы я заполнял этот штраф. А я говорю, я не слышу. Он орал, орал, говорит, да пошли вы с вашим бананом и отпусти у нас. Но ведь это ужасно. Где мы, люди? Где мы? Понимаете? Машины. Просто машины. И ещё там же была ещё одна история. Когда меня заставили снять шапку, чётки у меня были, и кофту, чтобы взвесить. Она взвесила нашу ручную кладь, и было впритык, грамм в грамм. Значит, штрафа нет. Она увидела у меня мешочек с щёткой, и говорит, чётки положи. Я говорю, это мои личные вещи. Она говорит, нет, 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 это ручная кладь. А там плюс 35. Я шапку снимаю, тогда шапку снимите. И начинаю штаны снимать. Я говорю, это тоже может быть ручной кладь. Ведь жарко. Что вы делаете? Я говорю, и кофту снимай. Жене говорю, снимай платье, всё сюда грузим. А то ведь штрафа не будет. И говорю, вы же не будете счастливы. И эта фраза эту женщину ввело, знаете, как будто ей уков вкололи. Она раз и встала. А при чём тут счастье? Я говорю, а при том, что если вы причиняете такое количество страданий на пустом месте, вы что думаете? Это не скажется на вашем счастье? Она говорит, конечно, нет. Вот и вся история. Я говорю, совершенно реальные вещи. Но ведь скажется. Ведь когда-нибудь так же её заставят снять платье. Или штраф. Ведь всё в мире связано. В своё время я это не мог доказать людям на общественных лекциях. И помолился. Очень интересно, чтобы Господь показал, как мы все связаны в этом мире. Я ехал от Савёловского вокзала за город. И мне нужно было у метро Дмитровская свернуть на Руставели. И вот я от Савёловского вокзала выехал. И всё. Пробка века была. Я это запомнил. Это был шестой год. 2006 год. Я такой пробки НК в жизни в Москве видел. Коллапс полный. То есть просто встала насмерть. Мы простояли в пробке 5 часов. А в результате уже люди пытались по соседним улицам. И я выехал на параллельной Дмитровке улицу. Ну, пошёл. А помните всегда, когда пробка, нельзя ездить по узким улицам. Их в первую очередь забивают. И там вообще просто машина в машину. Все уперлись на пустом буквальном месте. На перекрёстке. И всё. И всё встало. Там-то широкая. Там как-то ещё там 5 километров в час что-то двигается. А на узкой улице встала. Я увидел место. Просто припарковался. Бросил машину. Ну, что там пешком? До Руставели километра три. Пошёл пешком. И что вы думаете, на этом мосту два мужика один другому царапнул по встречке. Они как бы разъезжались зеркалом по боковине. Там царапина вот такая. Всё. И они стоят ругаются. А за мной, вот когда я парковался, запарковалась скорая. То есть она ехала и было пи-пи. Уже люди выходят и говорят, ну что ты пи-пи? Ну ты видишь полный пи-пи уже. Всё. Выключаясь. Ну потому что стоим в пробке, а он всё крутит, она орёт. Чё орать-то? Бесполезно. Никто никуда не едет. И он фары выключил, сирену выключил. Говорит, ну там серьёзный вызов был, а все кругом. Ну и чего? И я пошёл, не выдержал, подошёл к этим двум людям и говорю, в пяти километрах из-за вашей царапины на машине кому-то не доедет скорая помощь. И что мне человек сказал, который живёт по запаху, по голоду и жажде. Это, говорит, не мои проблемы. Я говорю, даю благословение, чтобы пришло время и ты понял, что мы все в мире связаны. Мы все связаны. Потому что именно они были причиной того, что не доехали. И вот этот наш эгоизм, то есть мы бросаем мусор куда-то, мы отравляем что-то и кажется, это никак не связано. Нет, связано. И сильный мир и всего иногда думает, а зачем вот это количество людей, которые только что... Вот есть такой один гуру, из другой как бы сам парадая, садгуру, может видели его видео. Он интересно рассказывает, что основа жизни – это черви. По писаниям это так. Они вот это всё перерабатывают, черви, их там огромное количество. Уберите червей, и жизнь на земле закончится. То есть буквально там за сутки. Он говорит, что в противоположность тому, если убрать людей, она расцветёт за сутки. Видите, это факт. То есть мы, обладая определенными качествами, их не используем. Мы обладаем преимущество перед животными колоссальное, но мы их не используем. Но мы начинаем подражать животным. Но мы не животные, поэтому у нас не получается, как у них. Они сокупляются в строгий регламентированный период. Мы же ничем не ограничены. Они ограничены запахом. А у нас пять чувств. Да? У нас мораль. Но к чему мы весь наш интеллект используем? Для чего? Есть, спать, совкупляться, обороняться. Это четыре функции животного мира. Но мы делаем это изощренно. Выдумав кучу вариантов. Уничтожив огромное количество простых животных, которые наслаждаются простой жизнью. Это же простая жизнь, простое мышление. Да? И поэтому интересно он заметил. Говорит, уберите людей на деньги. И все вздохнут. А теперь мы думаем, и может эта цивилизация сделать нас счастливыми? Я ничего ни про кого же не говорю. Я же про себя то же самое говорю. Да?